Евгения Ярославская Маркон. Жизнь свою заснять на бумаге. Сюжет первый. Первое свидетельство. Ирина Флиге. Петербургский мемориал. В начале 90-х, отрабатывая Соловецкую мемористику, я обратила внимание на небольшой эпизод в воспоминаниях Никонова Смородина. Это была история расстрела заключенных летом 1931 года во дворе штрафного изолятора на Секирной горе, рассказанная мемуаристу-свидетелем расстрела, стрелком самоохраны, заключенным Мыслицыным. В рассказе Мыслицына фигурировала неназванная по имени жена поэта Александра Ярославского, расстрелянного за несколько месяцев до этого. Да, судьбы наши в этих проклятых местах бывают удивительно фантастичны. Вот мне, русскому офицеру, участнику гражданской войны на стороне белых, приходится быть и, можно сказать, содействовать самому ужасному. Расправить с безоружным, обреченным на смерть. Изображать некую составную часть лапы ГПУ, тяготеющей над лагерями и Россией. Проклятое время. Вот теперь я иду на свободу. То есть, собственно, в ссылку, как и всякий славчанин. И весь этот ужас позади. Но я думаю, до конца жизни не забыть мне того, что увидел я за два месяца хозяйничания Успенского. Два месяца назад Совнарком издал секретный декрет. Расстреливать отказчиков от работ. На каждой командировке, согласно этого декрета, образованы тройки из чекистов. На всякий отказ от работ десятникам и наблюдающим чекистам составляется акт. Тройка ставит на акт свою визу, и отказчик отправляется в изолятор на секирную. А оттуда в братскую могилу. Братва митингует и приветствует новый режим, а тем временем он держит на секирной шесть палачей и ежедневно находятся им работы. И сам новорожденный начальник лагеря Успенский удостаивает принимать в палаческих расправах личное и собственноручное участие. Так вот, на днях Успенский приказал составить акт об отказе от работ на изолированных имя славцев. И всех их расстреляли. Никогда не забуду этого ужаса. Даже если бы и хотел забыть. Как раз в этот день я был наряжен в караул на секирную. До сих пор удавалось брать иные посты, а тут не вышло. Пришлось идти. Пост у дверей, у притвора церковного. Оттуда выводили смертников, постреляли в ограде. Человек восемь охранников принимали трупы, еще теплые, еще конвульсирующие на подводы. И увозили. Посмотрели бы вы на охранников-то. Лица на них не было, глаза растерянные, движения бестолковые, совсем не в себе люди. Нагрузят ввоз теплым трупьем, и как сумасшедшие гонят лошадей под гору. Поскорей бы убраться подальше от сухого щелканья выстрелов. Ведь каждый этот выстрел обозначал расставание живой души с мертвым телом. Стреляли часа два. Восемь палачей и сам Успенский. Но самое страшное было там, в притворе, у нижнего изолятора. Смертникам связали руки еще наверху. Представляете вы себе эту толпу, оброшенных бородами кондувых мужиков со связанными назад руками? Они вошли и остановились в глубоком безмолвии. Палачи еще не были готовы, и жертвы ждали. Сколько, не знаю. Но мне время показалось часа два. Только один я, стоя внутри, на страже у дверей, видел всю эту картину. Они стояли понурые, плечом к плечу, и думали свою крепкую думу. Тишина такая, даже в ушах звенела. Вдруг дверь настишь. Убегают два палача. Еще жертву забыли в верхнем изоляторе. Жертву смертницу. Ведут они ее, она визжит, упирается, слова, словно выплевывает. Они буквально ее приволокли в притвор, бросили и ушли, дверью хлопнули. Женщина сразу перестала кричать. Увидев толпу сумрачных тихих мужиков со связанными руками, она, должно быть, только теперь все поняла и уставилась на них остановившимися глазами. Еще сумречнее стало в закрытом притворе. Молчат смертники, ни звука снаружи. Сколько времени прошло в этой жуткой тишине, не знаю. Слышу тихий, словно вздох, шепот. Умирать будем, молитва бы на исход души. Рыжий бородач встрепенулся, словно только проснулся. Хотел было перекреститься, но крепко связаны руки сзади. Еще раз дернул руки, и по лицу прошла судорога. Не терпит антихрист креста, руки вяжет. Крестись, братья, умом. Смертники подняли головы, бледные губы вторят молитвы на исход души, глаза устремились ввысь, туда, предвечному, за кого здесь они отдают свою жизнь. Помяни, Господи Боже, нас в вере и надежде живота вечного, погибающих за тебя, рабов твоих. И каждый шептал имя свое, свято хранимое от антихриста, оно теперь благоговейно возносилось ими перед лицом предвечного. Правда твоя, правда вовеки. Аминь. Долго шептали и повторяли слова молитвы смертники. И опять выдворилась тишина. У кого текут слезы по суровым лицам, у кого застыли они в глазах, и застыл их недвижный взгляд. А женщина-то эта, вдруг как рухнет во весь рост на каменный пол, не выдержали нервы. Это была вдова недавно расстрелянного за неудачный побег советского поэта Ярославского. Она в кремлевском дворе бросила в Успенского, расстрелявшего ее мужа, камнем. И теперь за это погибала. Слышу снаружи топот. Идут палачи. Сильная рука рванула тяжелую дверь, и первым вошел палач-любитель, сам начальник лагеря товарищ Успенский. Пожаловал лично расправиться с женщиной за камень. Еще не отзвучали слова молитвы, еще шепчут их бледные губы смертников. Успенского как обухом ударил этот шепот. Он повел плечами, нервно вынул наган и опять положил его в карман. Прошел вдоль притвора и в правый угол. Казалось, для него эти мужики, умирающие за веру, шепчущие слова молитвы, стали вдруг ненавистны, ибо всякое сопротивление его раздражало, как быка красная тряпка. Он привык видеть смертников бледными, трепещущими, уже наполовину ушедшими душой в иной мир. Шепот молитвы и сама молитва сковывали этих серых людей в одном стремлении, и на Успенского повеяло холодком. Ведь не палачом же он на белый свет родился, где-то в душе должны быть следы прошлого. Им овладело нервное настроение. Желая скрыть свое состояние, он закурил и через плечо бросил палачам распоряжение. Тем временем Ярославская пришла в себя. С трудом, опираясь на стенку, встала и прямо к Успенскому. А тот словно обрадовался случаю выскочить из жути, обругал ее самыми последними словами. Что, теперь я тебе туда же дорога, к твоему мужу? Ведь из этого самого нагана я всадил пулю в дурацкую башку твоего Ярославского. Женщина как закричит, как задергает руками, а Успенский смотрит и смеется с утрожным, наигранным смехом. Врет. Совсем ему не весело. Развяжи мне руки, развяжи, падаль паршивая, в истерике орала Ярославская, пятясь к Успенскому задом, словно ожидая, будто он и впрямь развяжет ей связанные сзади руки. Потом вдруг круто повернулась, истерически завизжала и плюнула ему в лицо. Успенский сделал со стрэшем. Выплевывая ругательство, он оглушил женщину рукоятью нагана и, упавшую без чувств, стал топтать ногами. Началось. Брали с края и уводили. Самого расстрела я не видал. Слышал только сухие выстрелы палачей и неясный голос. Да порой вскрик кого-либо из убиваемых. Будь проклят, Антихрист. Этот эпизод показался мне недостоверным. Он выстроен в соответствии с основными соловецкими мифологемами. И поэтому я решила, что это типичное порождение лагерной мифологии. Возникало впечатление, что и сам Никонов Смородин, один из наиболее точных авторов из всех известных мне мемуаристов, пересказывая эту историю из чужих слов, не очень-то ей верит. Во всяком случае, он эти события никак не комментирует, а просто очень подробно воспроизводит услышанный им рассказ. Но имя Александра Ярославского встречалось мне и раньше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!